Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Недавно силы обстоятельств с сыном проживали в чужой семье, 3 месяца. Уже собрались съезжать, но хозяйка решила унизить. Я позже поняла, что она копилась на меня зло, хотя мы вели себя очень берегно по отношению к ним, с благодарностью. Я периодически готовила им вкусные блюда, всегда убирала за собой, мыла кухню, помогала убирать дом, когда к ним приезжали друзья. Дело в том, что хозяйка как мужик по характеру. Мужа при нас все время унижала. Похоже, по характеру была моя свекровь. Мой бывший муж, еще в подростковом возрасте, сбежал из семьи из-за нее. После, в браке, хоть я и очень женственная, но пыталась получать мужа. Могла унизить его из-за слабости характера. Мама и бабочка у меня тоже с сильным характером. Но я в семье самая женственная. Правильно, мечтаю о сильном, мужественном мужчине. В детстве, меня мама критиковала за любую облошность. И по жизни мне попадаются сильные мужикоподобные женщины, которые неожиданно наносят мне удар в спину. Причают. К чему все это? Что мне необходимо изменить в себе? Благодарю. Смотрите. Есть, конечно, здесь как такой, достаточно простой ответ, так и такой, достаточно более глубокий. Вот. Если говорить просто, то речь идет о конкуренции, о борьбе. Есть столько ощущений, что вы конкурируете с этими людьми, которые вам встречаются на вашем пути. Не то, чтобы это было что-то плохое. То есть, я не думаю, что это прямо вот что-то, ну, что-то плохое. Я думаю, что вы конкурируете с этими людьми, но я думаю, что вы могли бы, в общем-то, более, наверное, бережно относиться к себе. Я думаю, что вы могли бы, более, качественно относиться к себе. И я думаю, что конкуренция, любая конкуренция, проистекает из некой такой вот неуверенности в себе, неуверенности в собственных сил, силах из какого-то страха. И, соответственно, вам нужно, на мой взгляд, в первую очередь, обратить внимание, как мне видится, на этот аспект. То есть, на аспект именно какой-то борьбы, на аспект именно, именно, вот, какой-то конкуренции, который, вне всякого сомнения, присутствует в ваших отношениях с этими людьми. Я думаю, что, во-первых, ну, прямой связью между тем, что вас унизила, как вы говорите, эта женщина, нет. Потому что она могла вас унизить, в принципе, и без всего того бэкграунда, который вы описали. Но я думаю, что ключевой момент заключается в том, что вы мечтаете о сильном, мужественном мужчине. Для чего необходимо уметь, на мой взгляд, быть слабой. А вот слабой быть, как мне кажется, вы не умеете. Потому что вас ругали, как вы сами говорите, за любую оплошность. В такой ситуации, если вы постоянно демонстрируете силу, если вы постоянно... пытаетесь, к примеру, что-то доказать, если вы пытаетесь... как-то себя проявите, проявите и так далее, вот. То волей-неволей это будет вызывать какую-то негативную реакцию со стороны людей. Просто потому, что это почти всегда вызывает, ну вот, такие не самые приятные чувства. То есть вам необходимо учиться быть слабой. Учиться, ну, как-то вот, знаете, я бы сказал... Позволять, что ли, людям, которые находятся вокруг вас... Позволять этим людям... ...проявлять себя... ...что-то делать и так далее. Вот. Я думаю так. У сильного человека есть, как правило, всегда... Есть проблемы с личными границами, с осознанием, точнее, своих чувств. Есть трудности с выражением своих эмоций, своих ощущений, своих желаний и так далее. То есть есть такая проблематика. Вот. Вам встречаются такие люди на пути не просто так, конечно же. Такие люди вам встречаются потому, что вы на них обращаете внимание. Они запускают определенный триггер. Триггер доказать, триггер проявить, триггер показать и так далее. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, это тоже нужно корректировать. Вот вы говорите, что критиковали своего бывшего мужа за... ...значит, ну... ...слабость... ...эээ... ну, характера. Вот. И... ...очень важный... ...вопрос... ...здесь... ...заключается в следующем. ...эээ... ...вот вы... ...критиковали своего мужа за слабость характера. Да? А почему вы это делали? Какие чувства у вас это вызывало? Что вы его... ...критиковали? ...вам... ...чего-то хотелось? Как вы об этом говорили? Что вам... ...это... ...что вам... ...эээ... ...чего-то хотелось? Вот. То есть, на мой взгляд... ...смотреть... ...смотреть нужно... ...вот именно... ...эээ... ...в этом... ...направлении... ...направлении того, как... ...вы... ...обращаетесь... ...эээ... ...эээ... ...ну... ...со своими чувствами. Да? И... ...не бояться... ...навер... ...наверно... ...не бояться... ...эээ... ...демонстрировать... ...какую-то слабость, если она есть... ...эээ... ...какие-то... ...эээ... ...эээ... ...ну... ...какие-то переживания, если... ...если они есть... ...эмоции и так далее. Ну вот. А вы в этом... ...смысле... ...эээ... ...ксож... ...эээ... ...ксожелению... ...идёте по немножечко... ...другому пути... ...по... ...деструктивному, я бы сказал... ...пути... ...вот... ...и... ...эээ... 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 ...довольно...эээ... ...печально... ...довольно грустно... ...эээ... 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 Я также думаю, что у вас есть обида на вашу маму, на вашу бабушку. У вас есть обида на них, боль, которая остаётся невыраженной сейчас, которая вас потихонечку травит. И то, что вы проявляете агрессию, например, к мужу, или то, что вас хочет унизить эта женщина, в известной степени, настолько, насколько это возможно, конечно, может происходить из-за этого. Именно из-за того, что вы, как бы, ну, бессознательно перенаправляете свою обиду на, значит, ну, людей. Вот. Сами того при этом не желают. Вот. Вот, собственно, с этим, на мой взгляд, и нужно работать. Да, это травить чувства, которые у вас есть. И учиться быть слабой вам, ну, желательно, как мне кажется. Вот эти моменты являются такими, знаете, достаточно определяющими здесь. Вот. Хотя, вы, может быть, и не будете с этим согласны. То есть, ваш вопрос – это запрос на психотерапию. Вот. Потому что модель поведения, которую вы описываете, влияет в том числе и на вашего сына, на вашего сына, к сожалению. То есть, сын тоже оказывается под влиянием этого. Как он? Как он оказывается под влиянием? Ну, довольно, ээм... Довольно легко это вам продемонстрировать. Вы говорите «мы». То есть мы вели себя с ними бережно, заботились о них с благодарностью и прочее, прочее, прочее. Но кто мы, кто мы, что такое мы, понимаете, это как раз таки не совсем понятно. Потому что мы, нет, есть вы и ваш сын, и ваш сын, в отличие от вас, может не чувствовать в этом смысле того, что чувствуете вы. Но мне кажется, что вы требуете от сына, значит, ну вот, что-то ощущать, да? Ощущать благодарность, ощущать долг и так далее. Вот, понимаете, да? То есть на сына это влияет. И вот, как мне кажется, в том числе ради сына, но в том числе и ради себя, вам нужно начинать осваивать новые модели поведения. Которые могли бы вам, на мой взгляд, существенно облегчить вашу жизнь. Вот. Мне кажется, что такой примерно ответ можно вам предложить. Вообще, если быть вот максимально, скажем так, максимально внимательным к вам и максимально гуманным к вам, то я бы спросил так. Где вы видите снижение качества своей жизни, да, от каких-то ваших паттернных поведений. И вот с этим в первую очередь работать. Чтобы вы были заинтересованы в этом, чтобы вы сами как-то вот, ну, хотели что-то менять, да, сами как-то вот хотели бы корректировать что-то. Это было бы честно. Потому что, ну, одно дело, если вам говорит кто-то со стороны, что нужно исправлять то и то, и то и то, корректировать то и то, вот. Вы можете быть, в принципе, с этим не согласны и вы имеете на это полное право быть не согласны. А вот такая история, чтобы вы как-то сами для себя посмотрели, да, посмотрели и определились бы с тем, что нужно мне, чтобы вы сами посмотрели, от чего хочу я. Например. Например. А что мешает мне, например. Вот это, на мой взгляд, куда более важно и куда более уже серьезнее и значимо. Вот. Просто из гуманности. Поэтому посмотрите, посмотрите, где, где ухудшается, по вашему мнению, качество вашей жизни. Вот. То есть вот вы говорите, например, да, я там, допустим, ну, хочу меняться, да, например. А для чего меняться? Зачем? Чтобы что? Ну, вот. Это, на этот вопрос нужно ответить. Самый задавал. Вот. Такая вот история. Как, ну, как мне, как мне видится здесь. Вот. Пожалуй. Как-то так, я думаю, можно было бы вам ответить. Вот. На этом, на этом, на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду, буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. 26 0 Продолжение следует...